Всем здравствуйте! Юрий Шулепа в эфире. Юра, здравствуй! Привет, Света! Приветствую зрители и слушатели! Ну вот сейчас я знаю, что ты смотришь внимательно, как идёт саммит, да? И вот расскажи, там рассматривают сейчас вопрос о присуждении статуса кандидата в Евросоюз в Украине. Вот что ты на этот момент знаешь, рассказывай. Дело в том, что я уж прям так внимательно не смотрю, потому что сегодня я иными немножко делами занимался. Писал рецензию на законопроект о возмещении ущерба потерпевшим в результате российской агрессии. На будущее готовишься, да? Естественно, да. Я же думаю, что одно из направлений в институт национальной политике и стратегической разведке будущего. Вот саммит вот в настоящий момент идёт и принимается. Как раз-таки сейчас, смотрите, зрители и слушатели, Светлана, мы пребываем вот по состоянию на 19.00 с минутами киевского времени, в самый исторический момент, когда именно сейчас, вот буквально с минуты на минуты, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. А вдруг нет? Медведев сказал, что до середины века вам такого статуса не видать. Нет, Медведевка имел в виду вступление Украины в Европейский Союз, а не предоставление Украине статуса члена. Ну да, да, согласен. Статус члена Европейского Союза, я считаю, отличный. Он уже фактически для нас снимет частью бюрократических барьеров, которые существуют между Украиной и Европейским Союзом. Украина будет проще с различными кредитами. Граждане Украины могут получить по определенным основаниям гражданства Европейского Союза. Значит, льготы там в логистике, на части товаров будут сняты различные почные ограничения. Ну как, это уже, я считаю, полпути. Полпути, вот, остатки тоже полпути на вступление Украины в Европейский Союз. Ну, возможно, даже больше, наверное, может, и процентов 75. А остальные 25%, это уже все зависит от каждого из нас, как Украина будет проводить реформу. Безусловно, потому что одним из критерий вступления в Европейский Союз, это соответствовать тем требованиям, которые имеются в Европейском Союзе, так называемым европейским директивом. Вот поэтому сейчас, я считаю, для Украины просто благоприятнейшее время. Потому что ее сейчас Европейский Союз просто гонит. Вот, даже, может быть, кто-то тут какие-то чиновники коррумпированные, когда-то до широкомасштабной фазы российской агрессии, олигархи, которые были не заинтересованы в том, чтобы Украина вступила в Европейский Союз, потому что это навесет острый удар по этим монополиям. А теперь этого уже нет. Они теперь, как говорится, уже прожеваны в жерновах. То есть, с одной стороны, главный фактор решающий, это широкомасштабная фаза российской агрессии против Украины, которые вынуждают Украину просто бежать в НАТО и в Европейский Союз. Просто. Это первое. И второе, сами же структуры Европейского Союза и НАТО, которые требуют от Украины реформ. Вот и все. И вот как раз-таки между вот этих жерновах, вот, наконец, в таком турбулентном потоке, Украина просто раскручивается. Я думаю, конечно, она может стать страной-членом Европейского Союза окончательно, основательно, но по самым различным прикидам и подсчетам от одного года до двух лет. Вот минимум. Вот тот самый минимум оптимистичный, вот самый оптимистический прогноз, когда Украина станет окончательно страной-членом Европейского Союза. Ну вот что уже сделано? Вот Европарламент поддержал, да, предоставление Украине и Молдове не будем забывать. Вот сейчас, вот сейчас мы на лентах новостей ждем, когда с минуты на минуту еще будет в Украине представлен статус кандидатов. А если какая-то из стран выйдет и скажет, нет, мы правим. Не, 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 смотрите, вот я вам теперь объясню. Все эти саммиты, они похожи на действия нотариуса. Вот представьте, вы хотите продать квартиру, нашли покупателя, договорились обо всем и идете к нотариусу для того, чтобы регистрировать и поменять там, где-то самый, договор купли-продаж. Вот, и вы же договорились, все, вам нужно просто, чтобы юридически осуществить процедуру. И тут уже по всем дипломатическим каналам это оформлено, все, то есть уже прошло по дипломатическим каналам, и осталось только это юридически оформлено. То есть сейчас это решение, этот общий консенсус, консенсусное решение европейского сообщества о представлении Украины статуса членов Европейских Союз будет консенсусно оформлен на саммите. Вот сейчас он уже оформляется. Вот сейчас вот в эти секунды, пока мы говорим, там уже голосуют, голосуют на саммите ЕС за предоставление Украине данного статуса. Ну, конечно, это самое внушает оптимизм то, что Байден очень так положительно высказался и сказал, что он уверен. Ну, вы знаете, я по поводу, и да, я кончурую, в том числе, подлежать, кстати, высказывания президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, и даже их дополнить. В том плане, что сегодня происходит историческое знаковое событие, и Украина окончательно, бесповоротно, раз и навсегда, возвращается в свою европейскую семью, чтобы зрители и слушатели понимали, что для Украины статус когда-то в Европейском Союзе. Это возвращение ее на свое историческое место, на свою историческую орбиту. С одной стороны. И с другой, это избавление от, как минимум, четырехсотлетнего российского колониального оккупационного доминирования над Украиной. Вот какие сейчас в эти секунды происходят сдвиги. Да, вот просто вы ощутите вообще время, в котором мы сейчас находимся. Какой-то важнейший, я считаю, исторический, переломный момент. То есть вот, все, сейчас юридическое происходит в фиксациях. От, значит, Мордора, от этой колонии, да, которая угнетала Украину, Украина переходит в свою семью. Ее открывают двери и говорят, заходите, заходите и возвращайтесь, пожалуйста, к вашей семье. А вот смотри, Юлия Конт что пишет. В Великобритании вышла из ЕС. Для вступления в ЕС в Украине многое предстоит у тебя принять. А в военное время это нелегко. Вот как раз-таки то, что в военное время, оно наоборот стимулирует принятие решений. Вот сколько уже было принято, да, вот какая и общественная мобилизация, и так далее. Вот Украина, она на самом деле такая страна, но это даже не только Украина, это фактически любая страна, на которую нападают, она начинает, она просыпается после нападения и начинает делать такие, казалось бы, вещи, которые она годами не делает. Но то же самое сейчас происходит в Украине. Сейчас в Украине фактически, ну я бы не сказал, что с нуля, но выстраивается армия, профессиональная, адекватная, имеется в виду, адекватная тем вызовам, тем внешним вызовам, которые сейчас имеют место быть со стороны России. Сейчас, почему, потому что до широкомасштабной фазы российской агрессии, все эти 8 лет российской агрессии, все-таки в Украине, по большому счету армия соответствовала армии мирного времени. То есть это не была армия в воюющей стране, это была именно армия мирного времени. И вот как раз перед широкомасштабной фазой российской агрессии 1 января этого года вступил в действие закон у Украины 3 пятерки 7 под названием «Послов к национальному сопротивлению», согласно которому в Украине создана территориальная оборона, которая входит как в состав МВД, так и в вооруженных сил Украины. И слава Богу, страны Запада, понятно, помогают нам различным вооружениям, хотя этого мало, но в начале октября должен открыться Гланд-Лиз, и вся, еще раз повторяю, а, сейчас же еще, вот по поводу армии, я же забыл нашим зрителям сложным сообщить, вооруженные силы Украины, часть спецподразделений, проходит обучение по обращению с высокоточным оружием на различных полигонах в Польше, в Великобритании, какая-то часть в Германии, в Соединенных Штатах Америки. Также есть ряд программ по обучению отдельных подразделений вооруженных сил Украины по стандартам НАТО, для того, чтобы армия Украины действовала так же, как и действует армия НАТО, собственно говоря, по такой же тактике. То есть, Украину готовят к оборонительной войне, как вот, большинство юристов говорит, абсолютно правильно, Украину готовят к оборонительной войне четвертого поколения. То есть, не второго поколения, там, вот, как Россия воевала, там, как говорит условно говоря, так же, вот, по этому образу, подобие, как она воевала, там, в Первой мировой войне, во Второй, а вот именно в четвертом поколении, в войне дистанционной, высокоточной, электронной, когда количество-то уже не имеет особого значения, не имеет значения качества. То есть, мы уже переходим на иные военные стандарты качества. И поэтому у нас в ближайшие годы, даже, если вот мы и победим Путина, и он будет осужден в международном уголовном суде, и действительно, широкомасштабная фаза, вот эта война в историческом плане, в юридическом, и так далее, она прекратится. Но, тем не менее, украинской армии суждено стать самой сильной армией в Европе. Вот наша такая должна быть сейчас стратегическая задача. Построить в Европе самую сильную армию. И армия Украины должна быть сильнее по многим параметрам в технологическом плане, ну, первую счет, первую счет, в технологическом плане, и в организационном, вот, в две составляющие, чем армия агрессора. Вот, собственно говоря, чем нам нужно делать. Потому что, самое главное, смотрите, вот какое сейчас должно быть главной целью полагания каждого гражданина Украины. Каждого. Построить армию. Потому что от армии зависит все. В первую очередь, физическое выживание каждого гражданина Украины. Ведение бизнеса, проведение экономических реформ, инвестиций. Потому что, в тех странах, где сильная армия, которая эту страну защитит, то туда, понятно, можно вкладывать средства, вести бизнес, развиваться и так далее. А в сложившейся ситуации, когда у агрессора есть план по ликвидации нашей страны как государства, введение этой войны широкомасштабных фаз российской агрессии, до последнего, в буквальном смысле, то, понятно, без армии просто нельзя. Ну вот, Юлия Конд говорит, что вы не успеваете создать антикоррупционную прокуратуру, например. Да, по поводу, смотрите, по поводу антикоррупционной прокуратуры есть, конечно же, у нас проблемы, но я лично считаю, что сейчас, после того, когда Украина получит статус кандидата в Европейский Союз, то усилится антикоррупционное давление вообще на самого политического руководства Украины и все будет создано. То есть, сейчас все процессы касаемые реформ, они пойдут быстрее, чем до того момента, когда Украина получила этот статус. На самом деле, я хочу сказать, уже многое стало делаться быстрее, после того, когда Путин начал большую войну, широкомасштабную фазу российской агрессии против Казахстана. процессы давно стало делаться быстрее, в том числе в плане каких-то имеется в виду не реформ среднего уровня, но локальных реформ. А вот еще вопрос. Не будет ли присутствия Украины в ЕС экономической зависимостью? От чего? Ну, от Евросоюза? Нет, не будет. Почему? Потому что, смотрите, у нас какой должен быть принцип. Украина должна, вступив в НАТО и в Европейский Союз, усиливать свою мощь за счет этих стран, в том числе военную, политическую, экономическую. Эти структуры для чего? Для того, чтобы не было коррупции, была безопасность, были созданы максимально хорошие условия для ведения бизнеса, иностранных инвестиций, защиты, соответственно, то есть прятаться под зонтик НАТО. Вот это для чего нужно. И Украина должна действовать, я уже некратно говорил, вот по такому принципу, что брать от этих структур максимально все возможное и за счет них усиливать себя и создавать условия для других, в том числе иностранных инвесторов, чтобы они инвестировали и вкладывали свои средства в Украину. Да, ну вот ты вот сказал, что саммит это вроде как нотариус, который уже заранее все согласованные вещи утверждает. А что же тогда с принятием в НАТО не получилось в Финляндии и Швеции? Вот вышел Эрдоганск сказал, нет и все. Значит, что касается Финляндии и Швеции, были проведены уже дипломатические переговоры между Швецией, Финляндией и Турцией с участием представителей Генеральной Ассамблеи НАТО и все противоречия были сняты, решены и Финляндия и Швеция на предстоящем саммите, который должен состояться в Мадриде будут приняты в НАТО. Это уже тоже де-факто вопрос решен. То есть, уже не будет таких больше неприятности, да? Да. То есть, вот такой, казалось бы, интересной ситуации, где партия курдов в самой Турции признана террористической, а в Швеции она действует официально в правом поле и представляет в... То есть, не имеется даже их и парламентская представительность. Представлен парламент. Понятно. А Юлия Захарова интересуется. Ну вот там будет у вас антикоррупционная прокуратура, то, сё, да? Куда вы своих воришек-то будете отправлять? На Марс, что ли? Или куда? Я думаю, их количество снизится. Воров, все-таки, я считаю, будут наказывать. Потому что, действительно, я согласен с Алексеем Миштовичем в том плане, что одна из главных проблем в Украине это безнаказанность в том числе за провокационные преступления. Хотя такая, кстати, безнаказанность, такая же проблема аналогична, она и в России существует. Там тоже коррупционеры не наказываются. Но в России хуже. Коррупционеры-то ладно, там безнаказанными остаются миллионы российских военных преступников. Вот это хуже, на самом деле, чем всякого рода коррупционеров. Поэтому, что касается коррупционеров, ну, конечно, какую-то часть посадят, другая часть сбежит, а третьи потом просто перестанут воровать. То есть, здесь вопрос, понимаете, не в самих коррупционерах, а в системе, в системе надо менять. А система, она сама уже всех перемирит. Ждем новостей, как там в Херсоне дела. В Херсоне русский мир навсегда собрался закрепляться, и там будет и референдум, и все на свете. Получается у них или нет навсегда? Я озвучивал планы Путина по, в том числе, Херсонской области еще 6 мая. Просто посмотрите на передачу 6 мая стрима у Василия Николина. Я сообщил, мне стала известна информация, что Путин принял решение об аннексии Херсонской области без проведения вообще всяких референдумов. То, что говорят о каком-то там якобы референдуме, ну, это просто, чтобы не ослабляло информационное внимание к аннексии к Херсонской области. Ну, нужно понимать, что сейчас мяч на поле боя Украины. Мяч на стороне Украины. И как только силы обороны Украины приступят к решительному конкурсу и освободят Херсон, то, естественно, никакой аннексии не будет. Все зависит сейчас от силы обороны Украины. Как освободят Херсонскую область, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, в том числе, можно как бы более широко рассматривать. Потому что пока еще, повторяю, силы обороны Украины достойны держатся. Противнику полностью не удалось оккупировать ни один украинский регион за исключением временно оккупированного Крыма. Поэтому пока что об аннексии речи вообще не может быть. А как только силы обороны Украины освободят хотя бы Херсон, Скадовск, Новую Каховку, Каховку, Голубриста, другие населенные пункты, возможно, даже дойдут до Генического, то вообще Херсон, скромность в российской пропаганде уйдет с информационной повестки. Они будут как и покойным. Юр, Россия Херсон очень нужен исключительно. Там у них планы нарушатся без Херсона. Так что, может быть, не трогать вам Херсон? Россия уже все, что могла украсть и вывезти из Херсонской области, ее обокрасть. Там зерно, элеваторы, сельхозтехнику, она обокрала. То есть, Херсонская область, она обворованная Россией. Обворованная. Да, понятно. Вот, Надежда Булатова цитату из Аркадия Райкина приводит. На нашем заводе дуракам не место. А где же им место? На другом заводе. Это к чему она пишет? Что может быть ваших коррупционеров, ваших коллаборантов и всех прочих в Россию выслать для окончательного развала? Ну вот, Юля Закарова против. Она говорит у нас своих дохлинах. Смотрите, те коллаборанты, которые сейчас в скажем так вновь появившиеся и те, которые уже были находятся на территории находятся на захваченных территориях, конечно, после момента точнее даже еще до освобождения, когда они почувствуют, что силы обороны Украины начали освобождать время захваченных территорий, они сразу бегут в Мордор. Точнее, даже российские спецслужбы сами эвакуируют. Кого не успеют эвакуировать, те убегут в Мордор или будут уничтожены в результате освобождения. Потому что, я думаю, их часть коллабораторов будет уничтожена непосредственно даже, по всей видимости, мирными гражданам Украины за мучения, издевательства, предательства и так далее. Предатели нигде не любят, их уничтожают. И остальная часть, кто успеет спасись, они, конечно же, убегут в Мордор. Но и тут, кстати, я хочу сказать, что даже часть представителей российского вражеского генетонного аппарата уже после широкомасштабной фазы российской агрессии, кто отсюда не успел сбежать, они переобулись и стали проукраинскими. Да. Короче, в России народонаселение приводит, но не лучшего качества. Я думаю, в России вообще будет скоро весело. Туда из Белоруссии побегут лукашевские каратели, коллаборанты из Украины, Талибан там будет и еще возможно какие-то особо опасные диктаторы с африканских стран туда приедут. Людоеды. То есть это сборище. То есть Россия, она вернется, как говорится, на истинные круги свои, где будут одни тираны, тушегубы, убийцы и всякий прочий различный криминалитет. Да, не весело. Слушай, а в Белоруссии то что вокруг границы с Украиной, окопы такие мощные роют, укрепления делают? Что, боится Лукашенко, что вот разберутся с рашистами, да, война закончится и белорусы, которые у вас сейчас там воюют, пойдут на Лукашенко войной, да? Вообще-то для Украины, конечно, это хороший знак, то что в республике Беларусь по приказу Лукашенко строятся оборонительные сооружения и выстраиваются муляжные танки. По-видимому, это выслуживание просто перед Путиным, потому что Путин вроде как бы обещал приехать в командировку в Гродно или в Минск, он сейчас вопрос уточняется, буквально на днях. И как раз-таки вот сегодня Министерство обороны республики... А, значит, смотрите, Лукашенко получил очередной транс несколько, по-моему, пятых долларов на поддержание своего преступного нерегитивного режима. Он является самоназначенным президентом. и за счет этого вот такая просто для Путина показуха, что мы в едином военном союзе, у нас единые там оборонительные создаются и прочие сооружения. Нет, это как раз еще, это просто показуха перед Путиным и то, что делается, оно на пользу Украины. Тут можно, конечно, рассмотреть тот сценарий, что добровольцы из республики Беларусь, которые сейчас воют за Украину, они будут воевать против Лукашенко. Это безусловно. Но тут нужно понимать, что в ближайшее время военнослужащие полка добровольцев республики Беларусь имени Костуся Калиновского. Кстати, я напомню нашим зрителям услугам, что раньше был просто батальон имени Костуся Калиновского, в котором воюют белорусские добровольцы. Теперь он уже из-за того, переполнен огромное количество воюют граждан из республики Беларусь, переформатирован в полк. То есть это официальный полк, который включен, находится в составе вооруженных сил Украины, и эти белорусы будут воевать за Украину против российских фашистских захватчиков до полного освобождения Украины. А когда Украина полностью освободится, то вот эти заграждения, которые противопокупны, окопы, еще то, что роет Лукашенко вблизи белорусско-украинской границы, они уже никакой роли не сыграют. Потому что тогда военные полка имени Костуся Калиновского могут после нашей решительной победы, когда мы в том числе освободим временно оккупированный Крым, они могут не через территорию Киевской или Черниговской области пройти в Республику Беларусь, а выйти через Харьковскую область и вот с территории Белгородской, Корской, Брянской областей зайти просто в Республику Беларусь. И все через Россию. Возможно кстати и такой сценарий что точнее после военного попоражения Москвы в 4-й мировой гибридной войне к России достаточно точнее извините к Украине достаточно легко присоединиться как минимум Белгородской и Республики областей. Понятно. Ну вот смотри Путин же хочет чтобы белорусы пошли воевать против вас а как они пойдут они же себе дорогу перекрыт они никак не пойдут смотрите я объясню ситуацию Беларусь сейчас уникальная ситуация они никак не пойдут потому что во первых они не мотивированы и они ну я думаю процентов наверное 90 против войны на стороне Путина с Украиной вообще сейчас в Республике Беларусь идет полный ход полномасштабная латентная гражданская война между белорусами и преступным незаконным нелегитимным режимом Лукашенко что я посмотрел по той стадистике сегодня я открыл доклад одной из международных неправительственных организаций он не так давно вышел по поводу репрессий пыток и прочих преступлений в Республике Беларусь которые там совершают каратели Лукашенко против представителей гражданского общества только по одним этим результатам можем сделать вывод о том что в Республике Беларусь с 20 августа 2020 года то есть вот уже скоро будет два года идет латентная гражданская война и в таком состоянии когда Республика Беларусь де-факто оккупирована Россией де-факто она Россия оккупирована то конечно беларусы не будут вывоевать против Украины и Лукашенко об этом прекрасно знает а такой смешной момент что деревянные танки на границе значит ставят и вот эти деревянные танки украинцы знают что они деревянные беларусы знают что они деревянные и все ведь в интернете об этом как говорится видят и читают а вот если Путин туда прибудет в гости Путин же в интернет не ходок он там только детскую порнографию видит больше ничего да и вот он то будет думать что танки то настоящие хитрош задуманно ну естественно это все делается еще раз повторяю для спецслужб Путина чтобы они писали свои отчеты и лично соответственно для него то есть вот показать что мы в едином оборонительном союзе но не более того а вот смотри да такая вещь власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией слушай а ведь в перспективе это может быть совсем неплохо вот придут украинские войска в Запорожскую область а границ нету с Россией не было никаких ну и дальше пойдут смело почему же нет ну в принципе правильно есть вот там логика ну а тут нужно понимать сейчас посмотрев какие власти если те вот например россиян в рост пропаганде там подразумеваются те власти которые оккупационные коллаборанты которых поставили российские фашистские захватчики на временно захваченных территориях вот а украинские власти официально они находятся в городе Запорожье соответственно мэрзов Запорожье губернатор военно-гражданской администрации и они соответственно значит доводят до населения ту информацию которую и нужно доводить но такого информации я не слышал официальных властей Запорожской области ну вот ты не слышала вот пишут российские СМИ вот именно это вражеская неприятная пропаганда естественно это просто подпевание Путина потому что я же говорил что Путин принял решение аннексировать Донецкую Луганскую Запорожскую Херсонскую области вот он уже принял вот эти области как минимум для него лично они уже аннексированы только чего он выжидает почему он их не аннексирует он выжидает когда закончится широкомасштабная фаза боев да и поэтому надо эти области сейчас то что силы обороны Украины должны еще не слушать то что Путин скажет нам плевать абсолютно на мнение врага просто плевать но это мнение врага нужно точнее эта позиция врага нужна нам для сведения чтобы знали относительно его планов и имели ориентиры по крайней мере да ориентиры понимали что хочет противник вот как раз здесь вопреки воле противника чтобы она не случилась силу обороны Украины нужно накопить свой внутренний ресурс я уже неоднократно об этом говорил получить достаточное количество тяжелых наступательных западных оружей различных видов и типов и начать контрнаступление освобождать временно захваченные противником территории все другого по пути у нас нет и поэтому да чтобы нас было повеселее нашим зрителям напомню что уже буквально через несколько дней даже меньше пяти дней уже остается 27 июня в центре Берлина у Барденбургских ворот стартует акция стоп путин неонацизм нау наш с тобой общий знакомый коллега Дмитрий Баграш является одним из основных координаторов этой акции и в Берлине официально на месяц а фактически это до наступления нашей великой победы над врагом разворачивается палаточный лагерь там будут аллеи жертв Путина потом Дмитрий сейчас готовит какую-то ну там вместе с теми коллегами которые на месте находятся в Берлине с гражданами Германии аллею победы Украины какая-то там Royal Victory и вот то есть готовится целая аллея победы для Украины чтобы показать как Украина победит то что кстати я об этом всегда говорил показать и гражданам Украины начнем сначала гражданам Германии и всем тем кто приезжает в Бундестаг на экскурсии в немецкое федеральное правительство значит гражданам Европейского Союза да вообще там и там американцы из США и так далее как раз таки путь победы Украины вот что важно показать образ будущего о чем я всегда говорю показать образ будущего путь победы Украины как Украина будет побеждать российских фашистских захватчиков освобождать захваточные территории и становиться сильным становиться сильным влиятельным европейским государством потому что победа военная она одновременно при поддержке широкой западной коалиции хотя бы в военно-техническом плане и материальном соответственно она будет означать становление Украины как второго центра силы в Европейском Союзе и первого центра силы на постсоветском пространстве после Москвы вот поэтому так и западные точнее не западные а восточные Баи типа Такаева и других они же тоже очень смотрят на победу Украины и поверьте тот же самый президент Казахстана Такаева как бы мы его и не ругали я его сам ругал в начале года за то что он обратился к Путину что Путин ввел свои оккупационные войска ДКБ в республику Казахстан но тем не менее он резко переобулся он естественно когда был на путинском экономическом форуме он правильно абсолютно откровенно сказал Путину что он не будет признавать вот эти самые квази-государственные образования самовозглашенные он правильно сказал только единственное они не самые провозглашенные они временно оккупированные точнее это оккупационные путинские образования почему потому что с Путиным ни один диктатор на постсоветском пространстве или даже законно избранный президент ни в такие игры играть не будет почему потому что как только вот тот же самый Такаев признал что мы признаем вот эти оккупационные образования в качестве независимого государства Путин сразу бы напал на Казахстан и отжал бы у него часть северных территорий а потом бы Такаев туда бы ткнул морду и сказал вот смотри ты же признал Украину то что мы захватили вот мы у тебя захватили так что с чего теперь ты же признал его будет вот так вот этим собственно говоря незнанием Нет Такаев он умный мужик голову у него все да абсолютно правильно и таким образом я к чему чтобы наши зрители слушатели понимали что постсовковые элиты они сейчас сами зайти в победу Украины чтобы сбросить над собой московский диктор почему потому что я же неоднократно говорю совок не распался к величайшему сожалению саму полу распался и диктат москвы включающему сожалению на постсоветском пространстве он достаточно сильно ощущается Да вот смотри что пишут в чате Юлия Кон скажут белорусам не хотите переть на украинскую землю прийти на литовскую спасать Калининград на что Агап отвечает а смешно что-то попрут белорусы на НАТО конечно не попрут никуда но зачем это дорогостоящий все-таки глупость делает неужели только как сцена для Путина смотрите если белорусы не поперли на Украину хотя они могли бы опереть и Лукашенко он даже сначала обещал Путину что мы попрем а потом он слился соскочил так сказать со своих обещаний то на страну НАТО они тем более не попрут и более того чем сейчас занимается Путин вот я вчера позавчера выступал на 24 украинском канале и сообщил что сейчас угроза военная угроза со стороны Путина для Литвы она минимальна почему потому что не созданы ударные группировки России чтобы они могли начать наступление на Литву то есть их нет на западном фланге 40 тысяч войск НАТО находятся в восточной Европе это силы быстрого реагирования ну и плюс плюс тому что то что силы обороны Польши они тоже усилили на восточной границе еще кстати с осени прошлого года когда Лукашенко точнее Путин так сказать руками Лукашенко пытался осуществлял миграционную агрессию как это бы назвали против стран Европейского Союза тогда они уже усилили границу сейчас продолжают усиливать границу с Республикой Беларусь и они вступятся у Польши уже достаточно неплохая хорошо подготовленная армия и они сразу же сходу даже не дожидаясь решения НАТО о применении статьи 5 устава североатлантического договора по защите Литвы начнут защищать Литву газовый комплекс полностью он у вас перестал функционировать это так или нет ну так а кто управляет армией и заправляет топливом танки и украинскую военную технику ну откуда я знаю кто что прочитала то рассказываю некому у вас управлять нет ну нет ну подожди ну подожди нет ну мало что 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 прочитал надо же прочитанное всегда сравнивать с реалью если в реалиях техника на фронт поступает заправленная исправленная генералы командуют различными операционными направлениями ведут наступательную оборону к Украинам чем маневренную оборону к контр-атаку дальше и все таки ущерб нефтегазовой сфере вашей нанесен существенно Юр ну зачем он нанесен но насколько существенно это только могут оцените специалисты эксперты в нефтегазовой сфере Украины а вот если все таки хорошо предположить вот взяли точечными ударами все ваши склады значит ГСМ все разбомбили как будете из положения выходить ну да дело нет это абсолютно невозможно потому что у России во-первых не хватит такого количества ракет раз а потом в Украине уже действует система ПВО у нас даже уже то что я уже в прошлой передаче говорил имеются элементы правда частичная противоракетная оборона противоракетный комплекс Гаркон который применяется для защиты Одессы так что и больше половины кстати ракет которые выпускают противника по свободной территории Украины даже того же самым временно оккупированного Крыма они уничтожаются силами противовоздушной обороны хотя еще раз повторюсь что чтобы уничтожить ракету точнее карлату ракету силами противовоздушной обороны здесь нужно хорошие оперативные мастерства так как противовоздушная оборона она не предназначена для уничтожения крылатых и прочих ракет для этого существует противоракетная оборона я уже в прошлый раз свет говорил как у нее дольше радиус действий то есть противоракетная оборона позволяет оперативно тактические комплексы про сбивать ракету за 200 километров до места его подлет а у ППВС соответственно нет поэтому даже теоретически об этом рассуждать а если партизаны значит все почитают предприятия российские вам то ясно все страны Европы помогут у вас нет то что российские рано или поздно почитают это я прекрасно понимаю и я думаю там по всей видимости почитают сами россияне почему потому что когда они начнут плохо жить у них сразу уже ну у них уже де-факто в некоторых регионах начинаются 90 а когда они а когда там ситуация станет хуже чем в 90 а я уверен что уже скоро в России будет ситуация хуже чем в 90 но в 90 по крайней мере России хоть помогали была такая программа наверное уже мы что-то не помнят под названием ножки бурша там запад помогал какие-то кредиты давал в этот раз же все никаких кредитов никаких ножек бурша ни копейки не будет и россияне сами будут разворовывать разваливать в качестве партизан свой военно-промышленный комплекс забирать оттуда любые железки и стрелять друг к другу то есть там вот то что я тебе сказал в прошлой передаче начнется де-факто прямо как по губцу гражданская война всех против всех против всех вот это же это будущее война началась вот Надежда Булатова пишут настроение вражки меняются уже многие кто были за начинают сомневаться и задают вопросы за что воюем действуют солдатские гробы и вот еще значит мухомор грибной пишет тоже заметил зэц машин сдирают потихо ну а кто не сдирают у того машины разгромленными оказывается вот ну нет это абсолютно правильно потому что любители фашизма вот этих наклеек они же и фашисты против самих же россиян именно благодаря им россия оказалась в изоляции плохо живут россияне во всем мире ассоциируются сейчас как немцы в 1943 и 1944 годах поэтому естественно они-то они-то такие же фашисты и с ними нужно там внутри Мордора серьезно расправляться вот и все вот мэр Энергодара у вас рассказал о похищениях оккупантами горожан работников за аэс да людей массово похищают местонахождение части из них неизвестно пытают током издеваются физически и морально как ты это прокомментируешь Свет я уже об этом комментировал что еще с конца марта этого года на время на время закваченных территориях в Запорожской Херсонской областях и отчасти в Донецкой Луганской стали создаваться отделы ФСБ первый отдел ФСБ был создан в Литополе и там и с первой службы ФСБ центральный аппарат вторая служба ФСБ третья служба военный департамент пятая служба Сергея Беседа внешней разведки с региональных управлений с ФСБ с ФСБ так называют временно оккупированную Крыму приехали даже с управлением ФСБ по Москве и Московской области насколько мне известно там были не некоторые представители но важнейший признак всегда когда ФСБ появляется на временно оккупированных территориях все там сразу пытки мародерство убийство полный беспредел тотальный террор пропаганды информационно-психологические диверсии спецоперации и наступает просто кошмар сейчас когда силы обороны Украины освободят Крымсовскую область и Запорожскую мы увидим сколько там еще таких вот буч будет различных пыточных подвалов и места лишения свободы где пытают людей да это особо тягчайше выпьющее преступление которые наказуемы по международному уголовному праву и чтобы их избежать чтобы их избежать чтобы не было да почему потому что россияне они понимают только сил у меня вчера большое интервью состоялся с журналисткой из украинского телеканала Freedom я рассказал о психологии россиян что россияне верят в силу у них две скрепы это насилие и страх потому что они сами воспитаны в атмосфере насилия и страха и лжи соответственно и поэтому украине я настоятельно рекомендую это это даже не только украина это могут быть созданы такие транснациональные корпорации и компании по уничтожению российско-фашистских захватчиков и украина должна создать такие силы специальных операций чтобы они по всему миру уничтожали российско-фашистские захватчики почему потому что за преступления против человечности которые совершают российско-фашистские захватчики сроков данность нет за создание еще запытки раз за создание вот этих пыточных резерваций на захватчик территории то чем они занимаются и буквально позавчера в Украину приехал с официальным визитом генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки специально для того что он встретился с генеральным прокурором Украины они обсуждали вопрос между генеральными прокурорами США и Украины был обсужден вопрос о сотрудничестве и взаимодействии в рамках расследования преступлений российской агрессии Соединенные Штаты Америки по крайней мере методически и технически генеральная прокуратура США еще методически и технически будет помогать генеральной прокуратуре Украины расследовать злодеяние Российско-фашистских захватчиков. То есть, смотрите, все эти преступления будут расследованы. Мы, слава богу, живем в информационном веке, где все открыто, в век открытого информационного общества. Все российско-фашистские захватчики рано или поздно будут установлены. Те, кто не будет подвергнут официальному суду, кого не будет на скаме подсудимых, тот рано или поздно будет физически уничтожен. Юра, вот пока я тебе вопрос задаю, загляни в новостную ленту. Может, там уже приняли решение? Мы же ждали, что с минуты на минуту. Заглядывай туда, значит, кандидата. Возможно, но давай пока я буду заглядывать, мы еще одну обсудим новость. Хорошо, значит, а ты ищешь пока, я тебе вопрос. Естественно, да-да. Вот смотри, да, Европа всерьез отовсюду изгоняет Россию. Чехия, например, приостановила выдачу виз гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года. А насколько комфортно чувствует себя Украина? У вас ведь тоже вот война идет, и пока мужчинам, например, призывного возраста запрещено покидать территорию Украины? Ну, это запрет пока еще действует на время введения военного положения. Но скоро он будет пересмотрен. То есть, конечно, полный запрет не снимут, но будет разрешен выезд для большей категории граждан Украины. Вот. А, кстати, я напомню нашим зрительным слушателям, что Украина с 1 июля вводит с России визовый режим. Я считаю, это отлично. Да, пишут. Вот мнение такое, что еще в 2014 году надо было установить такое. Конечно. Вот сразу, как только с 20 апреля 2014 года Россия приступила, напала на Украину, приступила к оккупации Крыма, нужно было сразу же тогда вводить визовый режим. Я об этом постоянно и непрерывно говорил. Вот Мал Кабачкар пишет, что все НПЗ и ГПЗ уже не работают. Шебелинское ГПЗ, где одичалых учили буровым работам, где одичалые писали десятки кандидатских работ в 60-х и 70-х годах, и оттуда газом окормилась Москва в те годы. Вот перечислил, что Мал Кабачкар. А он украинец, и он очень объективный человек. Ну, а даже если не работает, то пока в Украину нефтепродукты предоставляют наши партнеры, в частности Азербайджан, Туркмения, Арабские Эмираты и другие страны, но частично Европейский Союз. Вот так Надежда Булатова спрашивает, а кто сможет получить визу в Украину? Юр, наверное, будут очень просматривать каждого человека. Естественно. Да, естественно. И это, кстати, абсолютно правильно. Будет меньше очередей и фактически будет проще, чем к каждому на границе шмонать, спрашивать, а кто ты, откуда, куда едешь. Когда здесь просто ту часть работ, которую сейчас, ну и даже не сейчас, а ширкомасштабная фаза российской агрессии делали украинские пограничники, этим будут заниматься консулы. И не только как ты вел себя в реальной жизни, а и виртуальной тоже. Виртуально-то не менее значимо. Конечно. Конечно. Вот как только человек будет подавать документы, его проверят по всем параметрам. Реальным и виртуально. Понятно. Вот знаешь, Юр, сейчас в сетях много тем таких о том, что как украинские мужчины, даже став вот инвалидами в ходе войны, например, ноги потеряли, руку там или что, возвращаются в строй и продолжают бить оккупантов. Я вот даже на обложке к этому видео выставила, значит, фото одного такого героя, которому отличные протезы сделаны, желание бить оккупантов у него громадное, глаз верный, рука твердая. Да, и тут, кстати, по поводу медицинского обеспечения протезов, всего прочего, надо понимать, что воинам, которые воюют за Украину, но травмируются, становятся инвалидами, теряют конечности, им устанавливают высококачественные европейские протезы. А Оркам, ну я не знаю, кто им там помогает в Мордоре. И причем, по-моему, там некоторые говорят даже за свой счет. Да, действительно, это имеет место быть и раненые, и покалеченные, которые восстанавливаются, они через некоторое время, даже несмотря на предписание врачей, не участвуют, хотя бы активно участвуют в боевых действиях, они идут на фронтах, в том числе на передовую линию. Да, это абсолютно правильно, это желание мстить и убивать. То есть даже вот я как бы, ну там вчера мне один позвонил, член, кстати, нашей организации, он находится сейчас в госпитале после ранения. И он тоже, в общем-то, сказал, что сейчас вот не так много ему уже осталось, он восстанавливается и обратно возвращается на фронт. Да, вот ты знаешь, что пишут, как наши люди, как собираются в Украину попадать? Надежда Булатова. Я покажу смартфон и подписку на Юрия Шулипу. Должно же сработать. А вот, мухомор грибной. А я, говорит, думаю, что ползком с Луганска можно доползти с белыми трусами на палке. Вот такое. Возможность сработать. Нет, и из Луганска, даже если удастся проползти через ту территорию, которую сейчас контролирует противник, то силы обороны быстренько поймают. И все равно выяснят, кто это приколз. Да, то есть хитрис, хитриснуть тебе не надо, наверное. Да, потому что от временно оккупированных территорий Украина охраняет эшелонированная оборона. А еще Саша из ЧПЖ спрашивает, что виза 100 баксов стоит? Пока еще неизвестно. Можно, кстати, до того, как правила вступили, нужно ознакомиться, узнать, сколько стоит консульский сбор. Я пока еще не ознакомливался. Ну что, я думаю, у нас передача сегодня была интересная, такая душевная, семейная. Юр, тебе громадное спасибо. Новостей ты не нашел, да? Да, кстати, к сожалению, пока что обновлений нет. Вот последнее обновление у меня час назад, Дочвейли. О том, что вот сами только что начался, и обсуждается вопрос предоставления Украине статуса кандидата в член Европейского Союза. Ну, смотрите, я думаю, по-любому сегодня до конца дня на лентах информационных, на новостей появятся новости. А я уже сразу, так сказать, рискую своим опытом, авторитетом, знаниями и так далее. Делаю прогноз, что Украина 100% получит статус кандидата в члены Европейского Союза. Понятно. Ну что, наш эфир подходит к концу, с Юрой мы до понедельника расстаемся, через полчаса на канале поговорим, будет моя авторская передача. Приходите, кто не устал от меня за день, еще на одну передачу. Ну, конец эфира, Юр. Да, все, Светлана, до свидания и всем пока. Продолжение следует...